Полицейские призывают граждан быть максимально осторожными, если при общении по телефону или в интернете разговор вдруг заходит о финансовых проблемах. Например, о перечислении денег. Велика вероятность, что с вами разговаривают мошенники. Причем в ход идут не только современные компьютерные технологии, но и психология. Об этом рассказали на пресс-конференции, которая прошла в ОМВД. Остап Бендер говорил, что узнал 400 сравнительно честных способов отъема денег. Современные мошенники его давно переплюнули. Во многом благодаря интернет-технологиям. Число преступлений, совершенных с применением компьютеров и сотовых телефонов, стабильно растет. В 2020 году таковых в Тверской области зафиксировали 5000, в два раза больше, чем в 2019. В нынешнем году тенденция продолжилась. За истекшие 7 месяцев у нас зарегистрировано около 2500 таких преступлений. И по сравнению с прошлым годом продолжается прирост. То есть порядка 10% больше, чем за 7 месяцев прошлого года. Однако мошенники набили руку не только в использовании современных технологий. Они стали мастерами личного общения. Причем давно уже в их сети попадаются не только пожилые люди, но и 30-40-летние. Программисты, сотрудники сотовых компаний и даже правоохранительных органов. А все потому, что интернет-преступники зачастую отлично владеют целым набором приемов из психологии. Манипулятивными, сугестивными техниками внушения и такой всем известной техникой НЛП, нейроинвестического программирования. Вполне возможно, что ряд из них, ряд из таких вот мошенников, они наверняка может быть где-то проходили какие-то психологические курсы. Что касается списка преступлений, то здесь все уже более-менее привычно. Создание фальшивых сайтов для интернет-торговли, взлом страниц в соцсетях для распространения просьб о финансовой помощи, ну и, конечно же, звонки гражданам с известиями о том, что у них якобы снимают деньги с банковской карты. При этом полицейские сетуют, что даже если человек тут же набирает 0,2, им сложно вычислить, а тем более поймать преступников. Поскольку те – большие затейники по части применения все новых технологий онлайн-воровства. Даже если вот нам человек так позвонит, мы просто можем, ну, зачастую оказываемся в ситуации, что это что-то новое, и мы еще не знаем, как мы подойдем к этому. Через какое-то время мы разбираемся, да, что ага, надо сделать вот так. А там уже все поменялось. Более того, были случаи, когда, используя IP-телефонию, делалось так, что у жертвы высвечивался номер телефона доверия МВД. Поэтому главный совет гражданам – как только вам звонят и, например, выпрашивают от имени родственника денег на лечение, лучше повесить трубку. Мошенники от психологии нынче такие, что даже если вы сразу поняли, в чем дело, вас все равно убедят, что с деньгами надо расставаться легко, без стонов. Как говаривал все тот же Остап Бендер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!